Никакого голодомора и каннибализма в пряже нет, утверждает министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов. По его словам, ситуация развивается в штатном режиме. Между тем, сотрудники пушной фермы показали нашему корреспонденту трупы зверьков, погибших от недокорма и растерзанных своими оголодавшими товарищами. Все подробности у Александра Лычагина. Голодомор пришел на пушную ферму 20 сентября. Поставки корма прекратились, оборудование вышло из строя, люди, занимавшиеся приготовлением пищи, стали массово увольняться. Норок и лис кормили раз в неделю. С тех пор стадо пушного зверя сократилось на 2500 голов. Ежедневно немногочисленные звероводы, которые еще не уволились, находят в шедах по две сотни мертвых зверьков и отправляют на утилизацию. Шкурки погибших от голода и поеденных сородичами норок ценности не представляют. А значит, этих зверей растили зря. По словам бригадира норковой бригады Натальи Штельмах, это обидно. Весь труд на смарку. Я сама уже три раза писала заявление об уходе, но не могу. А почему все-таки не ушли? Жалко зверей. Жалко зверей. Жалко свой труд. И все-таки где-то, где-то надежда теплится, что, наверное, будет хорошо. Хотя я сама понимаю, ничего не будет хорошего. Ничего. Ветеринарный инспектор утверждает, что ситуация не безнадежна. Просто животных нужно сбалансированно кормить. Зверь истощенный, но его можно при нормализации кормления не спасти, а дальше развивать. Просто собственник должен быть эффективный. Однако кормить зверьков полноценно не получается. Смесь завезли самую дешевую и несбалансированную. Корма хватит на три дня. Дальше как? Я не знаю. На каре двигатель встал. Вот позавчера буквально. Надо людей, механиков, чтобы ремонтировали. Хотя бы из трех один собрали. Потому что фура сейчас на днях должна прийти с кормами. Ну, если придет, конечно. Разгружать нечем. Директор зверосовхоза Сергей Вилков объясняет ситуацию так. Это несчастье. И счастье. Да. У нас не хватает денег. И не поспоришь. Вчера на предприятии побывал министр сельского хозяйства Владимир Лабинов. И сообщил прессе, что вокруг ситуации в Пряже слишком много лишнего шума. Никакого голодомора и тем более каннибализма он не заметил. Состояние норок оценил на твердую троечку. Лисиц на тройку с плюсом. А вот рядовым сотрудникам зверофермы поставил кол за отношение к работе. Такая всеобщая бесхозяйственность снизу и сверху. Фактов, свидетельствующих о крайне небрежном отношении к имуществу, к условиям содержания, достаточно. В общем, унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Также министр отметил, что павшие животные уже отправлены на экспертизу, которая поможет выяснить, от чего они умерли на самом деле – от голода или бесхозяйственности. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал НЕКО+.